Всем привет! Меня зовут Сильвия, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет столь запрашиваемое видео о заготовках еды на несколько дней. Я очень рада, что вам нравятся такого рода видео, потому что снимаю я их с большим удовольствием. Так что давайте без долгих разговоров сразу же пройдем на кухню. И начнем, пожалуй, с самого простого. Сварим рис. Я приготовлю один стакан, у меня это пропаренный, с примесью коричневого и черного. Рис нужно хорошенько промыть, а потом залить тремя стаканами воды. И готовить все это дело сначала на сильном огне без крышки, а потом уменьшить огонь, накрыть крышкой и ждать, пока вода впитается. Пусть постоит на плите и нам не мешает. Теперь мы будем готовить нутовые сухарики. Очень интересная вещь. У меня вареный нут. К нему я добавляю немного перца чили. И сушеные травы. У меня это вроде весенние зелени, но на самом деле можно использовать абсолютно любые сушеные травы, которые есть у вас в наличии. Также я буду использовать пряную соль. Ну, в принципе, обычная соль просто с приправами. Так что можете использовать и обыкновенно. Разве что мне нравится, что у нее крупный помол. Возьму немного, все-таки это соль. Перемешаю все это дело хорошенько. А теперь на противень, высланный бумагой для запекания, высыпаю наш нут и разравниваю так, чтобы все зернышки соприкасались с бумагой. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 150 градусах Цельсия. Следите, чтобы не подгорел. Давайте займемся супом. Для супа нам понадобится стандартная зажарка и вот такие вот спагетти. Точнее, это соевая лапша. Они мне нравятся, потому что напоминают тофу. На самом деле, они абсолютно не развариваются, не похожи ни на какие макарошки. Я их заказывала с iHerb. Также оттуда же я заказала вот этот вот бульон. Ссылочки оставлю внизу. Но если есть у вас в городе, то берите ваш или же можете просто заменить на какие-нибудь овощные бульонные кубики. Да, к слову, я еще буду использовать нут вместо курицы, потому что в оригинальном рецепте-то идет курица и замороженный шпинат за неимением свежего. И да, кокосовое масло, но можно использовать абсолютно любое растительное масло. Нарезаем лук, чеснок, имбирь. Имбирь лучше нарезать помельче, а то не очень приятно, когда крупные куски попадают под зуб. Разогреваем 1 чайную ложку кокосового масла. И делаем зажарку. Когда лук немного подрумянится, добавляем к нему нарезанную кружочками морковь. Опять-таки в произвольном количестве, сколько вам хочется. И вот такой вот брусок нута. Он у меня замороженный, но вареный. Я делаю заготовки. Если вам интересно как-то, можете посмотреть мои предыдущие видео. Там я все показываю, рассказываю. Заливаем все это дело водой. Вначале добавьте по чуть-чуть, потом можете увеличить количество воды. В принципе, зависит от того, какой густоты суп вы хотите получить в итоге. Конечно же, перец чили. Ну, раз это азиатский суп, он должен быть острым. Ну, не настолько. Ну, вот столько хватит. И бульон. Он у меня, к сожалению, заканчивается. Он мне очень понравился. Я еще раз закажу. В принципе, выковыриваю все, что там осталось. Перемешиваю. И даю повариться минуточек пять без крышки. Бросаю в наш бульон замороженный шпинат. Да, он выглядит именно так, если вы до этого не пользовались. И туда же сразу же отправляю соевую лапшу. Ну, чего стесняться. Все свои прямые пачки вытряхиваю. Перемешиваю. И варю так, пока не раскроется шпинат. Собственно, это займет 2-3 минуты, не больше. Выключаю огонь. И накрываю крышкой. В принципе, суп готов, но лучше дать ему настояться еще хотя бы минут 15. Вот так вот откладываем его. Там у меня на заднем планере рис варится. Теперь мы будем готовить фасоль. Для фасоли нам понадобится много лука, чеснок и, самое главное, приправа хмели-сунели. Также я буду использовать пряную соль. Что-то полюбилась мне эта соль в последнее время. И перец чили. Куда же без него. Также я буду использовать домашнее лечо. Это перец красный с помидорками. В принципе, можно использовать и обыкновенную томатную пасту. Нарезаем наш лук и чеснок. На разогретую сковородку добавляем масло. Ой, что-то я много добавила в этот раз. Ну да ладно, так-то уже сойдет. На самом деле, так много масла добавлять не нужно. Делаем зажарку. К луку добавляем перец чили. Чуть-чуть, пожалеем мужа. Хмели-сунели. Вот здесь не жалейте. Здесь добавляйте сколько душе угодно. Две-три чайных ложки спокойно. Я делаю все на глаз. В принципе, я думаю, что вы тоже так можете. И у меня здесь вареная замороженная фасоль. Очень удобно. Всегда под рукой есть готовая и фасоль, и нут. Отличные источники белка. Да, перемешиваю и добавляю томатную пасту. Хотя нет, не томатную пасту. Добавляю лечо. Где-то полбанки у меня ушло. Ну, на глаз так миллилитров 300. Если будете добавлять томатную пасту, то 2 столовых ложек хватит. Закрываем и готовим 15 минут. Пока готовится наша фасоль, займемся салатом. Для салата нам понадобится цветная капуста. Буду использовать обычную белую и фиолетовую. Также сок половины лимона, зелень и морковка. Все это дело нужно будет нарезать. Начнем с капусты. Да, я выжимаю сок половины лимона. Слушая ваши советы, в этот раз использовала ситечка. Действительно удобно, потом ничего выковыривать не надо. Солю по вкусу. А теперь руками разминаю капусту, чтобы она стала мягче и салат получился более сочным. Натираю морковь на крупной терке. И нарезаю зелень. Я отрываю хвостики у укропа, потому что там, по идее, скапливается много нитратов. Нам это не нужно. Ну вот бы в жизни мне так быстро резать. Теперь салат нужно поперчить. Добавить масло. Да, масло придется добавить, потому что без него капуста будет сухой. Одной столовой ложки на такое количество капусты хватит. Все это дело перемешиваем и готово. И вот сколько всего мы приготовили всего лишь за час работы. Все эти блюда отлично хранятся. Один-два дня, можно даже три дня дотянуть. Вот это вот и вот это вот. Ну, рис можно хоть четыре дня хранить. Но я уверена, что они у вас так долго просто не останутся. Мне очень нравится вот этот вот а-ля азиатский супчик. Попробуйте, я уверена, что вы влюбитесь в него просто в первые ложки. Ну, рис он и в Африке, рис. Разве что этот более полезный, потому что я использовала пропаренный рис. Там еще иногда встречаются красные и черные зернышки. Это блюдо просто шикарный источник белка. Впрочем, как и вот эти вот нутовые сухарики. На самом деле, я занялась этим блюдом и упустила момент, когда они начали подгорать. Да, на самом деле, их можно оставить на более светлой кондиции. Они шикарно хрустят. Их просто отлично брать с собой на перерыв. Закидывайте в какую-нибудь коробочку и таскайте с собой сумочки. Они хранятся, ну, хоть неделю. Потому что они дегидрированы и, в принципе, портиться тут нечему. Мои зимние изобретения. Вот этот вот салатик. С недавних пор я решила ограничить употребление тепличных продуктов. И придумываю что-нибудь новое с такими сезонными. А зимой свежего, что у нас доступно? Капуста и морковка. Да, вот и приходится фантазировать. Но мне очень нравятся цвета этого салата. Они просто шикарные, радуют и чуть ли не по весеннему выглядят. Да, салат очень хорошо хранится. Но, опять-таки, он у вас надолго не задержится. В принципе, все. Все в этой серии. Но у меня есть еще несколько видео. Можете посмотреть. Я оставлю все ссылочки внизу. И в конце такая маленькая оговорочка. Конечно же, это не все, что мы будем есть в течение этих нескольких дней. Мы в большом количестве употребляем свежие овощи, фрукты, орехи. Иногда я готовлю замороженные овощи, которые нужно есть сразу же после приготовления. Поэтому в это видео эти рецепты я не включила. А еще мы кушаем чипсы. И шоколадки. Но совсем в маленьких количествах. И в целом полезно. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Не забывайте, мне это очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Также можете найти меня в других соцсетях. Там я тоже делюсь полезными рецептами, советами. И всем-всем-всем. Ну, скоро увидимся. Пока.